Что не сделаешь ради денег? Друзья, это капец как... Слышите капли? Блядь! Что это было? Эй! Вы слышите меня, бандерлоги? Блядь! Я здесь господин! Смотри, да? Да не тряси ты, господи, боже мой. Итак, всем привет. Привет, дорогой. Сейчас 8.30 утра, а мы уже на ногах, прем на диагностику в районе Киевского шоссе. Километров 40 от Москвы в районе Селятина. Прозвучал очередной сигнал СОС. Не могут найти протечку, там протекает крыша, уже нас ждут, разобрали. Такая крыша, сложно добраться туда. В общем, едем туда, оставайтесь. Пререм по Московской кольцевой дороге. Дам вам планчик. Окраин Москвы. Смотрите, какая экология у нас жутчайшая. Вот, не пойму, почему все сюда едут. Езжайте, ребята, в Петербург. Культурная столица все-таки, и публика там поприятнее, покультурнее. Ну, смотрите, как мы тут живем, чем дышим. Просто ужас. Пробки. Приехали мы на КП. Пропускная система, все серьезно. Но, ребят, хреново, дождик идет, изморозь, по крыше лазить очень хреново. Что не сделаешь, ради денег. Вот поднялся на третий мансардный этаж, вот дымоход. Вот, специально уже люди не знают, в чем причина, вскрыли гипсокартон, потому что протекает дымоход насквозь через третий этаж, на второй. Значит, вот, обнаружилась сырость, сплошная обрешетка, но, вроде, на пирог не грешат, с конденсатом уже кровля лет 10, проблем нет, пароизоляция. Ладно, с пирогом будем дальше разбираться. Вот сырость. Поливали со шлангом вниз дымохода, вокруг, не могут найти причину. Течет, видите, даже тазики ставят и протекает вот на второй этаж. Там уже гостиная, все это видно. Вот один дымоход, какие беды может принести. Друзья, это капец, какая крыша. Чтобы сюда забраться, взять свой гонорар, надо сколько труда проделать. Тем более, сейчас изморозь такая вот, сырость, посмотрите, все скользко. А теперь внимание. Вот здесь такая арочная такая окно. Я вот на ней стою. Трехколенку, лестницу ставлю сюда, залез. Потом собрали мы из несколько частей из бруска, вот лестницу. Крыша очень крутая. Вася уже там, завязал канат. Сейчас лезу я. В общем, течет этот дымоход, покоя не дает. Проливает его по-всякому. Сейчас надо разбираться, просто уже замучил. Сейчас зима на носу. крыши вот лет десять, говорят. Вот это окно арочное. Тоненькая фанера здесь по-любому. Все полезно. Так. Мы проделали этот путь. Василий, посмотри. Да? Да не трясистый, господи, боже мой. Проделали сюда этот путь, взяли сюда шланг, включили. Такого еще не было, чтобы папа не нашел причину. Не было. И не будет. Сейчас будем проливать по-разному. Снизу нам будет стучать там по кровле, течет или нет. Сейчас пока по низу. Льем. А, ну вот. Вот, проливаем здесь. Вот. Так что так. Говорят, проливали здесь. Я грешу. Вот косой дождь, вот в эти стыки камней. Забегает сюда, наливает и уже по кирпичам там. Слышите, капли. Блядь. Что это было, блядь? Лампочка. Лампочка капнул. Да, лампочка капнул. Вот это я очканул, ребят. На лампочку. Вы представляете, капнуло накаливание. Вот сейчас покажу. Лампочка накаливания, простая была. Вот, видимо, вода капнула и лопнула. Обалдеть. Вот, ребят, лампочка лопнула. Кстати, что творится тут. Капель. Дали мне телефончик подсветить. Надо ему свистнуть, чтобы не... чтобы выключал. Он постучил. Нет. Итак, дорогие друзья, вот протекает и там. Протекает вот косой дождь, шлепает. Вот сюда льет по стене. И вот в эти стыки, смотрите, их тут миллион. вот в эти пустоты. И уже за кирпичом он за этот фар, за вот этим камнем. Он здесь пустой. Попадая туда под фартук. Уже течет. Со всех сторон. Надо его перекладывать, либо что-то решать с ним. Но сопряжение точно меняйтесь. И вот с этим отделкой трубы иначе не поможет. Чтобы минимально как бы не вергать в затраты клиентов, а то они хотят уже камень тут сбивать, штукатурить, значит, надо будет алмазным диском по периметру трубы с сантиметров в 30 поднимаем вверх и параллельно кровле сделать обрез и сбить значит, этот декоративный камень. Получается такая штроба. И на черновой кирпич мы уже фальцевым способом заводим металл с оштраблением и герметиком герметизируем. Задний лист идет там под конек. И все. Вот такие планы мероприятия. Ну вот. Совсем другая ситуация. Вот когда на диагностику вылазили, ставили лестницу алюминиевую, трехколенку вот на вот это арочное окно. Так она скользко стояла. Страшно. Сейчас мы привезли уже леса с запасом, чтобы ребята что-то беспрепятственно туда попадали. Сейчас пойду сниму процесс. Немножко пыльно, потому что было штрабление. Здесь ребята пилили камень, пилили дымоход. Пыли было много. Ну, дождик это все смоет. Вот. Вот смотрите, соединение. Все на двойной замок. Отсюда водичка будет выстреливать. Вот передняя часть. Эти тоже. Все замочки. Вот эта часть. Вот островление четко все как сделано. Все это замажем еще герметиком. Вот так. Такие дела. Двойной стоячий. Вот водичка будет таким образом обтекать. Здесь у нас два дымохода и металлом здесь соединим. Два бедовых. Сейчас он мастер делает складку. Вот складку, чтобы согнуть в 90 градусов металл без разрезов, без разрывов. Вот. Это большие клещи. Сейчас он отойдет подгонка. штробу. Видите, сделали штробление. ну вот уже мастер установил одну деталь боковую. Вон там вторую деталь. Вот. Выкраивают их, готовят. И сейчас будет вставлять заднюю часть и эти два замка соединять. Вот как здесь видите, задняя деталь и потом это все соединяет на двойной замок. Здесь завалит. Водичка будет выскакивать отсюда и обтекать дымоход. даже если предположим снег, глыба, дождь, шансов нет. Все будет обтекать. Шансов нет, протечки. Все будет обтекать. Значит, и все стекать вниз. Вот сейчас мастер подгоняет два листа. Будет обрезать на двойной замок это все делать. Сейчас идет подгонка. Этот лист уже вогнал сюда. вставляем штробу. Вот. Здесь паз входит четко. И потом эту штробу мы герметиком. Так хреново был приклеен этот самый камень, что отваливается когда резали. Но мы сейчас на жидкие гвозди. Кусочки сохранились. Вставим сюда. Все будет красиво. Вот так, дорогие друзья, я вам показал наглядно какой-то труд сделать дымоход, а то и два. Видите, сколько труда стоит, штробление на высоте, как лазить. Конечно, все это делать приятнее и легче в комплексе из кровли, когда идет монтаж, ремонт кровли. Потом это делать намного сложнее и дороже. Итак, всем пока. С вами был Мороз Алексеев, кровь монтаж. Пока! Субтитры